Тренд-вотчинг «Игра для предпринимателей» проводится в Казанском федеральном уже второй год в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», основная цель которой – развитие проектной деятельности и реализация идей и разработок студентов. Организатором мероприятия выступил КФУ совместно с Университетом Иннополис и Самарским национальным исследовательским университетом имени академика Сергея Павловича Королева. Во время тренинга участники погружаются в атмосферу стартапа, но на каждом этапе ребята могут найти поддержку и обратиться за помощью. Программа четко объясняет суть и важность командной работы, дает инструменты исследования рынка и учит общаться с клиентами и инвесторами. В течение дня ребята не только знакомятся с инструментами данной платформы, но и самое главное – идут по пути от идей до презентации готовых проектов. Фактически за день в команде они разрабатывают проекты и мы сидим в импровизированной комиссии в конце, слушаем питчи и могу сказать, что некоторые проекты уже сейчас достойны выйти, допустим, на конкурс студенческий стартап. Принцип работы такой. В институтах формируются две группы по шесть команд в каждой. Сначала эксперт-тренер погружает участников в теоретическую часть, далее ребята в команде делятся идеями, лучшие из которых и воплощаются в проект. Сегодняшнее мероприятие прошло у студентов Института управления экономикой и финансов. В одной из аудиторий были представлены такие проекты, как «Умная корзина», позволяющая сэкономить время оплаты товаров. Робот, способный обезопасить людей от падения во время уборки снега. Линза будущего – функционал, который определяет профессию человека и многое другое. Допустим, у вас какая-то проблема, там вы, не знаю, хотите себе какого-то, не знаю, бухгалтера, еще кого-то, но для этого вам нужно много лист, много всего. Вы можете просто привести нашего робота, который поможет вам со всем, с расчетами и так далее. Вы хотите узнать, что у вас больше покупает в вашем бизнесе и так далее, там не знаю, какой круг лист и так далее. Робот все будет подсчитывать, рассчитывать, понимать, на что нужно больше ориентироваться, во что больше вкладываться, какие минусы, плюсы, и во всем этом вам поможет наш робот. Проведение таких тренингов в учебных заведениях не только способствует личностному развитию учащихся, но и помогает им подготовиться к успешной карьере. Даже если она не будет связана с предпринимательской сферой, ведь участие в подобных мероприятиях способствует развитию навыков коммуникации, лидерства и управления. Также это отличная возможность найти единомышленников и партнеров, как для совместного запуска бизнес-проекта, так и для дружеских отношений. Это очень интересно. Я сама, например, очень сожалею, что в то время, когда я была студенткой, это, конечно, было уже приличное количество времени, к сожалению, не было такой возможности у студентов принять участие в таких тренингах, поучиться у лучших и развить в себе предпринимательские компетенции. Если мы говорим про предпринимательские компетенции, то, в принципе, они у нас, конечно, принимают участие экономисты и менеджеры, но я думаю, что любым абсолютно студентам любых направлений подойдет это обучение, потому что предпринимательские компетенции – это те компетенции, которые связаны с умением рисковать, умением находить свободные рыночные ниши, умением стратегически мыслить, критически мыслить. Это такие навыки, которые пригодятся абсолютно всем нам на протяжении всей нашей жизни. Заключительный этап игры для предпринимателей – презентация будущих проектов, которые, доработав, можно подать на конкурс студенческих стартапов, где прием заявок заканчивается уже 15 апреля. В этом году большая проблема с тем, что на крыше вскапливается снег, и коммунальщики не успевают его убирать, и это делают очень небезопасно, то есть есть очень много видео, как они падают, как они без страховки это делают. Мы предлагаем автоматизировать этот процесс. То есть у нас будет специальное устройство, которое на край крыши, и специальный человек из ДСЖ берет, и это устройство будет ехать вдоль крыши. У ребят повышаются шансы на получение миллиона на реализацию своего стартапа. Кто знает, может через пару лет мы увидим, как робот скидывает снег с крыши, в магазинах можно будет воспользоваться корзинами с быстрым расчетом цены товаров, или в продаже появятся линзы, облегчающие работу медикам, строящие маршруты путешественникам и многое другое. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.